Всем привет, мои дорогие зрители! С вами ваш Мангуст и я рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня вас ожидает новенькая рпшечка по фарминг симулятор 17. А почему показываю эту машину ДПСную? Потому что именно на ней меня довезли до нашей базы. А довезли до базы нас не просто так, ребята. Я приехал за краном. Так, стоп-стоп-стоп! Дорогой зритель, вижу, что ты еще не подписался на мой канал. Так давай это сделаем прямо сейчас. Нажимай подписаться, жми колокольчик. Получилось? Тогда продолжаем смотреть видео. Как вы помните, в предыдущей серии мы убирали, начали убирать поле. И нужно было вывозить зерна. Зерна мы вывозили на тракторе с ПТС-кой. Вот, и у нас трактор не смог выехать, застрял, в общем. Подогнал я ИГ-66, ИГ-66 у нас тоже там в болоте утонул. В общем, все нафиг потопили, и нам нужно это дело вытаскивать. Кто не смотрел предыдущую серию, обязательно посмотрите. На нее вот будет аннотация сверху. Вот, можете кликнуть и посмотреть, ребята. Ну, а сейчас мы продолжаем наше спасение. Спасение ИГ-66 и трактора. Вот, и для этого я взял вот такой вот, ребята, кран. Кран КАМАЗ, 100 тонник. Надеюсь, он сможет вытянуть нашу шишигу из этого болота. Потому что все-таки болото утягивает, да? Вот, и будем вытаскивать, ребята. Ну, а если ты хочешь попасть в следующий ролик, то ставь лайк, пиши свой интересный комментарий, и ты обязательно попадешь, как вот эти ребята. Спасибо им за комментики. Вот, а мы продолжаем. Так, ну что, садимся в КАМАЗ. Там нас уже Наташка, наверное, заждалась, ребят. Ну, честно, потому что она там уже давно сидит в этом тракторе. Я ее оставил, бедненькую. Вот, об этом ЛТЗ Т-40. Вот, и поехали, в общем. Сейчас, ехать нам недалеко, но дорога такая, знаете, будет... Ух ты, тут, смотрите, местный вон алкоголик уже готовый. Вот, и дорога несложная, но такая, знаете, со своими нюансами. Поэтому мы здесь, как вы знаете, да, мы с Наташей здесь совсем недавно на этой карте. Поэтому не знаем всех там секретных каких-то троп таких. Вон, прям, красиво, да, здесь, смотрите, как бенза сюда. Так, что тут здесь написано? Сюда привозите топливо и выгружайте на хранение. С другой стороны, возле колонки можно поп... А, ну это моя, это... О, кстати, ребят, это типа моя топливная АЗС. Ну, АЗС, да, сюда, видимо, нужно будет привозить топливо, поэтому... Так, все, поехали. Так, что-то тут трафика нету, непонятно. Утро, что ли, самое непонятно. Так, вот это я здесь еще, походу, не ездил. Тут какие-то непонятные тропы такие начинаются. Это что такое? Это склад. Это ваши два подземных хранилища. В общем, здесь еще и хранилища у меня остались. Это все мое? Блин, ну я тут еще не рассматривал ничего. О, смотрите, можно здесь в кране, да, как бы в самом сидеть. Тут разные виды с крана. Вот. А почему используют этот кран, ребят? Ну, потому что он вообще неимоверно крутой. Он поднимает, наверное, практически всю технику в УФС-17. Остальные краны, бывает, перевешивают, а этот прям такой хорошенький. Так, как-то нам нужно проехать. Ребят, нам нужно четвертое поле обогнуть как-то. Здесь должна быть дорога, по идее. Сейчас будем ее с вами искать. Ну как, эта дорога-то есть, понятно. Главное, тут еще и не застрять нигде. Вот, наверное, вот здесь мы направо сейчас уйдем. Мимо вот этого замечательного белого домика. Так. Ага, едем дальше. С одной стороны, мне пофиг, я могу и по полю поехать. Ну, ну так, по чесноку. Ну как, не совсем по полю, я могу срезать. Все-таки у меня вездеходный, я думаю, камаз-то. Давайте даже по колесам посмотрим. Ну, колеса, да, колеса вездеходные, поэтому, я думаю, вообще без проблем. Он тут проедет по любому грунту. Но тут должна быть дорога. Потому что я так смотрел по карте, она должна прям вот это поле огибать. Вот, все, вот она есть, ребят. Все, дорога есть. А тут у нас, я так понимаю, что-то засеяно. Сейчас посмотрим. Так, кануло. 71. Но это не наше поле, да? Ребят, это поле пока что не наше. Это вот, как я и говорил вам всегда в выпусках про... На карте вот это сиба-аграком. Что бывший владелец, как бы, ну все это дело там пораспродал. Пораспродал, знаете, в общем, ферму... Ему неинтересна была ферма, и он ее не держал. То есть так, бабки срубил за поля, за производство, поэтому все попродал. Вот, и меня мой друган решил скупить эту ферму по дешевке, и меня пригласил здесь председателем. Вот мы и поднимаем колхоз. Но вот начало, конечно, у нас получилось фееричное, да, что утопили, блин, нафиг всю технику. Зачем я поехал в это чертово болото, я вообще не понимаю. Вот, и что мы сейчас сегодня будем делать? Вообще я так особо даже вам и не сказал, но я думаю, вы поняли, что сейчас мы гоним наш кран. Но это не наш кран, вы его могли помнить по предыдущим сериям. Он у нас стоит, как бы мы, мужики, нам разрешили им пользоваться. Вот, он стоял на базе. База там автомехаников или кого-то. В общем, они мне разрешили пользоваться этим краном, поэтому я с радостью у них его одолжил. Но они тем более не против. Все равно у них там, знаете, им нужно это, как бы, им нужно то, чтобы колхоз развивался. Так, блин, сейчас, честно, на дорогу не смотрел такую. Вот, им нужно, чтобы колхоз развивался, поэтому они за радость там одолжить и помочь. Там, может быть, даже они устроятся к нам. Вот, смотрите, какая красота, да, вдаль смотришь, такая красота. Вот, поэтому они с радостью мне его одолжили. Теперь, так, тут у нас пожарчик. Так, не сюда, левее на этом вот сюда взять. Видите, я еще тут... О, кстати, нифига, бензопила есть в КамАЗе. О, можно лес попилить. Мы же, помните, говорили, тут нужно будет тоже сделать такую проходочку. Здесь есть места, где дорога идет, но она завалена. И вот надо будет с Наташкой, наверное, это дело попилить. Так, мы уже подогнали сюда мазурик. Для того, чтобы грузить на него шишику, которую мы сейчас достанем из болота. Так, где-то здесь должна быть у нас Наташка. Давайте выходим из КамАЗа. Пока его оставим. А вот и Наташка нас ждет уже. Привет, Наташка. Всем привет. Привет. Ну что, тут шишика, я смотрю, еще сильнее села в болотце, да? Увязла уже. Не засасывай. Да, трактор мы сейчас будем спасать, ребята. Шишику тоже достанем. Давайте расскажу все, как это вообще получилось. Мы, значит, боли убирали. И нужно было ввести вот это зерно на продажу. Ну, не совсем на продажу, там какой-то завод, да, был. Там завод, топливный завод. Вот, в общем, канола, да, у нас там же канола, да, у нас? Канола, да. Вот, у нас канола в прицепе, в прицепе ПТС. И вот, и трактор не мог заехать в одно место. Там прям горка такая, много грязи. Мы по нему еще часто будем ездить. И для этого мы взяли шишику, чтобы он, ну, как бы, помог, да. Шишику канолу не загрузишь. Тут борта такие, видите, дырявые. Все будет высыпаться. Взял шишику для того, чтобы на сцепке тащить трактор. Вот, все нормально было до того момента, как мы решили проехать вот это болото. Мы думали, ну, попробуем. Мы решили. Ну, я решил, ладно. Надо было, по идее, ехать вот так прямо, и все нормально было бы. А я решил по болото проехать. Поэтому шишику мы утопили. Все, она словила гидроудар. Там, вода в движке, все уже. То есть, поэтому мы взяли МАЗ. Ну, как МАЗ здесь был неподалеку, дядь Мишин. И мы на него будем сейчас грузить нашу шишику. А трактор, трактор, слава богу, пока еще не совсем, да. То есть, мы успели его заглушить. Он был заглушенный, поэтому он все нормально. Его просто сейчас вытащить, то есть, за ПТСочку, и все нормально. Да, да, да. Так что, ребят, сейчас я опять сажусь на КАМАЗ. Наташка мне поможет, ну, там, стропы подвязать, да, наверное, к шишике там все дела. Да, да, да. Поэтому сейчас, ребята, сдаем чуть-чуть назад. И нужно так, четко так подставиться, как бы, не, не подставиться, четко поставить КАМАЗ, чтобы меня там не перевесить. Ну, чтобы, понятно, там, опоры все... Не перевесить. Да, опоры все четко, чтобы выставить. Так, пробуем, ребят. Так, выставляем опоры. Все, кран поднялся немножко. Так, давайте. Поднимаем стрелу. Нет, давайте сядем на место оператора крана вот так вот. Так, а Наташка будет там руководить, Наташ. Так, я чуть-чуть тогда выдвигаю, да? А, кстати, надо стропы сейчас еще в рабочий режим вывести в транспорт. Вот, все, в рабочий. Так, давай, мне говорит, цепляем мы его примерно за кабину. То есть, смотри, между кабиной и прицепом. Еще? Хватит. Уже много. Вот так, вниз, да? Оп, 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 нет, стоп, я хотел... О, вот так вот так, идет вниз. Чуть-чуть, наверное, правее от тебя. Вправо, да, вот так вот? Угу, да. Скажешь, когда хватит, да? Опускаю еще ниже. Так, как у нас там зафиксировать? Так, зафиксировать на Х. Все, есть, фиксация произошла. Так, поднимаю. Нет. Нет. Значит, надо ниже. Понижено. Значит, надо ниже. Пошел? Нет, нет, еще ниже. Так. Возьми еще правее от себя. Еще правее взял? Все. Опускаю. Зафиксировал. Нормально, да? Не, я не знаю, идет, нет? Да, да. Идет, идет. Все? Да, да, да. Все, отлично. Все, ребят, все, вижу шишигу. Блин. Кстати, вот тут, знаете, что получается? Что мне кадина мешала видеть вообще. Ну, можно сделать... Можно сделать вот такой вот замечательный вид. Мне тоже вот это нравится. Тоже примерно как... Знаете, этот вид напоминает мне, как будто камера стоит вот на этом самом... как бы вылете, да, на кране. Так, чуть-чуть поднимаю, подтягиваю вверх. Ну, камера на стреле как будто стоит. Так, теперь убираем стрелу. Я бы чуть-чуть, а там дерево внизу. Вот, а я его прохожу. Коряга, чуть-чуть повыше. Вот, все, пройдет. Все, тогда убираю вот так вот. Даже пока не перевешивает кран. Мне это нравится. То есть, по идее... Так, я пошла подгонять это. Да, ты пока садись. Да-да-да, в мазурик. Я сейчас буду его... Четенько здесь. Блин, шишига такая вообще в воздухе висит. Так. Отлично. Ребят, здесь еще будет много историй. Вы тоже можете предлагать свои идеи по карте. Какие там, ну, можно сделать рпшечки. Ребят, обязательно предлагайте в комментариях. Будем исполнять самые интересные рпшки. Не забывайте ставить лукаса. Так. Вот это у нас история получилась сама собой. То есть, в принципе, как бы тут вот, видите, житейская такая история получилась. Хотели, типа, сократить, проехать, а получилось как всегда. Чуть правее от себя. Я вижу, вижу, вижу. Я сейчас его поровняю. Так. Ты можешь еще, кстати, чуть-чуть проехать. Куда? А, вперед. Потому что у меня тут... О. Так, опускаю. А мне там елка мешала, или кедр. Я не видел. Не-не-не. В другую сторону верт. Нет. Вода все. Ровно. Так, сейчас. Все четко, да? Можно отпускать? Сейчас, подожди. Все, 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 опустил, опустил. Так. Сейчас поднимаю. Убираю стропы. Все, можешь отъезжать, фиксирую груз. Давай, я сейчас эти свяжу. Подожди, я сейчас свяжу этими лентами. Подожди. Так, давай, подойду. Так, давай. Сейчас. Как у нас? Так. Закрепить ремни. Р. Опа. Я нечаянно в этот сел. Так. А, у меня как-то садится, что ли. А, на место пассажира сажусь. Все, я зафиксировал. Так, вот они. Все, зафиксировал. Можешь отъезжать. У меня на место пассажира садится в этот момент. Так, все, эту шушигу отогнали с мазуриком. Теперь. Оп, стоп, 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 стоп. Что-то меня тянет. Подожди, подожди, подожди. Что-то меня тянет, я не пойму. Я стою. Ну да. Наверное, ты зацепился об дерево. А, об дерево? А при чем здесь я тогда? А, ты меня тянешь. Вот, 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 я и не понял. Все, я снял фиксацию. Попробуй. Да, стой, что-то я оттянусь. Дождите, ребят, сейчас я уберу. Опа. Отцепись, сними фиксацию. Вот, все, давай, езжай. Езжай, езжай, езжай. Теперь зафиксируй. Ага. Ты просто видишь? Да, мы зафиксировали и подвязали немножко еще кран, получается. То есть надо было сначала мне отцепиться, да, а потом фикс... Ой, тут деревце еще какое-то. Все, чуть-чуть отгоняй. Теперь поехали вытаскивать наш, этот, замечательный трактор. ЛТЗ-Т-40. Его мы будем вытаскивать, наверное, за этот, за ПТС-ку чисто. Потому что к нему подцепляться не вариант. Так, сейчас мы его вытащим. Но тут нужно очень аккуратно... Ну, как бы чисто мы будем его тянуть, наверное. Как бы я буду его подтягивать к себе, да. Так, давай, садись. Движок пока не заводи, потому что можно, опять же, гидроудар там словить. Я сейчас тебя чуть-чуть подтяну, как только... Почему-то в правую сторону я не могу двигать эту стрелу. Вот только в левую. Не пойму, почему так. Как будто я оборот сделал, знаешь. Ну ладно, мне, в принципе, сейчас туда не надо двигать. Так. Так, ещё выдвигать, да? Так. Ну, выйди там, посмотри. А, вот всё, вижу, вижу, вижу. Всё, нормально. Какой у меня вылет. Это ты сильный уже, ты уже в конце прицеп. Да? Да, чуть-чуть на себя. Вот, давай. Много. Чуть-чуть от себя. Всё, 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 я сейчас попробую зафиксировать. Оп. Так. Нет, не зафиксировался. А ниже опустила. Пошёл вроде, да? Нет. Подожди. Ну, попробуй от себя ещё чуть-чуть. Вот, сделал фиксацию. Почему-то как-то это. Ну-ка, выйди, посмотри. Я что-то просто сейчас... Я вижу вроде. Ты видишь, да? Мне кажется, надо всё-таки туда вот так вот. Во, вот, сейчас пошло. Погубь же? Сейчас пошло. Всё, всё. Так, подтягиваю тебя. Ага, пошёл. Пошёл, да, да, да. Блин, какой этот... Он, видимо... Странно, шишига была, мне кажется, тяжелее должна быть. А, ни хотя здесь... Может, из-за того, что с зерном. Да, 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 да. Здесь полный прицеп, поэтому... Всё, по чуть-чуть подтягиваю тебя. По чуть-чуть. А то у меня прям кран вообще перевешивает. Так. Отлично. Сейчас прям... А, я чуть-чуть подтянулся к тебе. Так, как это... Ту-ту-ту-ту-ту. Пентарис, ребят. Так, снимаю фиксацию. Так, опускаю... Поднимаю лапу. Попробуешь назад? Всё, можешь заводиться. Если не получится назад, я тебя могу ещё чуть-чуть подтянуть. Ну ладно, давайте, я ещё чуть-чуть подтяну. Так. Наташка тут особо... Пока заведётся? Да, да, да. Я уже успею тебя подтянуть, наверное. Ты... Не знаю, зафиксировал, нет? Нет, нет, вот сейчас попробую фиксировать. Нет, не фиксируется. А ты повыше подними чуть, они у тебя на земле есть. Вот, фиксируется. Давай, давай. Не-не-не, всё, здесь... А, или ты сейчас... Не, не получается, всё, ребят, она... Да, отпускай. Не тянется, да, уже всё, не тянется. Снять фиксацию, давай. Давай, может, чуть... Так, стрелу убираем. Я сейчас, наверное, вот здесь по кругу, через деревья. Так, сейчас я посмотрю. Ну или давай я хоть сяду. Давай я сяду. Давай. Всё, главное, что мы её завели. Там ничего не оставили. Надо... Надо на дне посмотреть, мало ли что оставили. Ой. Так, здесь ничего нету. Всё, нормально. Так, ну что? Давай я сажусь так. Эээ, что-то сесть не могу. Не понял. Ну-ка попробуй. Ладно, я чё-то сесть не могу. А, он у меня это... Всё, я понял. Я понял, понял. Давайте назад, давай. Он у меня... Он не едет назад. Он не едет назад? Мне кажется, всё, он тоже, походу, неисправен. Надо... Поехал. Блин, он у меня как будто утонул. Сейчас... Ребят, колеса не крутятся, знаете почему? Потому что как будто этот трактор у меня утонул. Но Наташа на нём может ездить. Видимо, у меня он всё-таки... Клюканул. То есть, ладно. Надо сюда починку гнать. Ладно, ладно, оставляй его. Мне кажется, это что-то уже не то. Не оставляй, оставляй, оставляй. Ладно, ребят, сюда надо будет починку гнать. Мы его починим. Да. Вообще, мы ехали вот сюда. Тут есть такой вот заводик, топливный завод. Вот он. Вот на этот топливный завод мы хотели доставить. То есть, сюда, видите, перед вами старый топливный завод, который из канолы делает топливо для вашей техники. Это самое первое, что нужно нам было сделать. То есть, подогнать канолу. Ну, естественно, мы сейчас какую-нибудь транспортную... Запчасти привезём. Может быть, вызовем из города какую-нибудь фуру с запчастями. Ремонтную часть. Надеюсь, да, или ремонтную часть. Надеюсь, она здесь не застрянет у нас нигде. Вот. И будем уже дальше развивать наш колхоз. Оставайтесь с нами. Ставьте лайки. Пишите комментарии с новыми идеями какие-нибудь. Для этой карты, для других карт. В общем, оставайтесь с нами. Подписывайтесь на канал. И спасибо вам за просмотр. И всем пока-пока. До скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока.